Такого подарка новоселы ждали много лет. В дом на Краснознаменской 17 переехали 4 семьи из пресловутой казармы в Первом Советском переулке. А 19 семей, бывшие жильцы барака по улице Новая Фабрика 4, будут жить в доме в микрорайоне Соболевка, дом 2. Ключи от квартир в присутствии руководства районной администрации вручили представители компаний-застройщиков. Я думаю, что Дедушка Мороз долго шел к нам и наконец пришел. И он нас отблагодарил. Очень даже мы довольны, рады безмерно. Радости пока нескончаемы и не верится до сих пор. Но мы думаем, что уже все, мы уже дома. Мечты сбываются. Я даже не думала, что мечты сбываются перед Новым годом. Верьте, мечты сбываются. В доме на Краснознаменской, который построила группа компаний ПИК, все 323 квартиры отданы переселенцам. Этот дом второй по счету в обновленной индустриальной серии. Первый построен в Москве на Варшавском шоссе. Мы строили здесь, мы не заработали ни копейки, даже ушли в большой минус. Но это было обещание губернатору, и мы его, на мой взгляд, исполнили в лучшем виде. В доме на Соблевке из 99 квартир 41 предназначено на расселение старых домов. Но строительная фирма «Аркады», которая входит в группу компании «Гранд», на этом останавливаться не собирается. Мы откликнулись на просьбу администрации инвестировать в строительство этого дома для расселения ветхого фонда. Мы дальше будем развивать, сносить аварийный фонд. У нас программа до 2022 года. Расселяемые дома не попали в областную программу по переселению из варийного и ветхого жилья, и строительство началось по непосредственному указанию главы региона. Это в рамках решения губернатора Московской области Андрея Юрьевича Рабьева. Столько поколений, даже где-то прошло два поколения, руководители, которые обещали, вот сейчас переселим, вот сейчас переселим, вот переселим. Не переселили. Губернатор приехал, смотрите результат. Сергей Дадыко, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».